Всем привет! Вы на канале Черри Такси. С вами Вишняк Владимир. Ребят, сегодня 23 февраля. Всех с праздником. Пусть никогда вам не пригодится ваше умение защищать Родину. А с другой стороны, надо всегда быть готовым. Ребят, сегодня 23 февраля. Сегодня такой день, когда все будут перемещаться по барам, ресторанам, в гости к родственникам, возить салатики, как на Новый Год. Так что сегодня планирую заработать денег. Я вчера не работал, смотрел, как ребята зарабатывают. Мне понравилось. Я думаю, сегодня будет не хуже. Я выхожу на смену в 8.44. Я уже на линии. Только что заправился через таксометр и заправил 40 литров. Ну, естественно, не в свою машину, потому что у меня каршеринг. Мне за это заплатили 2000. То есть 168 рублей я на этом потерял. За 168 рублей, так сказать, я получил приоритет на 2 дня. То есть заправил 40 литров. Соответственно, 2 балла приоритета я получил и на сегодня, и на завтра. Дальше. Дезинфекцию сделал, она еще не заработала. И машину не мою, потому что на улице вообще непонятно, что творится. Машина у меня не сильно грязная. Снутри только что заехал, пропылесосил. Блин, я даже немножко порадовался, что я вчера не работал. На пылесосе ужасная была ситуация, короче. Ну, похоже, кто-то вчера бесплатным пылесосом нефть магистрали приводил в порядок машину после того, как кого-то стошнило в машине. Вонь стояла просто неимоверная. Ну, короче, это жестко. С одной стороны, хорошо, что я вчера ночью не работал, когда народ уже начал бухать. С другой стороны, я вчера, в принципе, не работал. И вы знаете, опять же, плюсы каршеринга. Когда не работаешь на аренде, ты попал сразу же на 5 тысяч. Когда ты не работаешь на каршеринге, ты попал всего лишь на 2. Так что в этом, конечно, есть плюс. Так, план на сегодня. Работать до 8, сейчас 8.46. Соответственно, в 8 вечера надо быть за праздничным столом. Ребенок хочет видеть папу, чтобы его поздравить. Второе. Заработать сегодня нужно 15 тысяч полугрязи. Эта цифра вполне реальная за 11 часов. И, собственно, к этому и будем стремиться. При этом, хотелось бы пробежать не более 200 километров. План такой. То есть чистый заработок должен быть, ну, где-то в районе 8-9 тысяч рублей. В общем, вечером посмотрим, получилось или нет. Ну, а пока пожелайте мне удачи. Я решил сегодня начать с Красногорска. Ну, если не прилетит что-то раньше. Поэтому я сейчас доеду до Павшинской поймы. И там подожду заказик в центр. В общем, работаем. Ну, в общем, так и не получилось у меня доехать до Красногорска. Съезжаю в Химки, потому что до заказа 3,3 километра. Подача, конечно, не маленькая. Но с утра, скажем так, выбирать особо не приходится. Пока еще нет ажиотажа. Надо брать то, что есть. Тем более, что заказ неплохой. Сейчас покажу. Едем мы с детским креслом. По заказу ехать 33 километра 36 минут. Этот заказ для каршеринга не считается хорошим. То есть, для каршеринга самые классные заказы, это когда количество минут в несколько раз превышает количество километров. Но, напомню, сегодня, ну, как бы не сегодня, а сейчас утро. И заказов еще пока не очень много, а время терять не хочется. Поэтому я беру заказ с детским креслом, еду на автозаводскую. Оказываюсь уже ближе к центру, намного ближе к центру. То есть, я сейчас за МКАДом, а я окажусь в районе трешки. И оттуда уже начнется так называемая цепочка. То есть, я цепочку не катаю, но когда заказы идут один за одним. Вот, будет где-то 9.30 утро, народ начнет перемещаться и начнется цепочка. В общем, работаем. Я чуть опять не забыл купить смену, ребята. Вот это вот прям был бы косяк. Так, не действует на текущий заказ. Знаем, как мы не действуем. Вот, короче, все, смена куплена. Баланс шокирующий. Все, вот, минус 4.718. Вот это покупка смены и заправка. Но заправка, то есть, мы ее здесь не считаем, потому что мне деньги за нее уже вернули. Ну, там, кроме 160 рублей. То есть, по сути, это не минус 4.700, а минус 2.700. Вот так. В общем, работаем. Сиди, ешься. Сиди, ешься. На автозаморскую, да? КОНЕЦ. 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 Если нужно будет подрегулировать температуру, говорите на сколько про факт. У меня самые замечательные пассажиры. Вообще честно, у нас это первая поездка. Я передам в Яндекс, чтобы они вам присылали самых лучших водителей. Мама! 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 Мы уже поехали? Да. Поехали! Опа! Мама, Мамочка, скажи, чуть-чуть. Отдалось, но чуть-чуть мы поехали. Мама, сейчас поехали. Все, приехали. Поехали! Вот такая машинка. Все, сидите, сейчас вытрекаем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая у меня была замечательная поездка с замечательной маленькой пассажиркой, которая первый раз в своей жизни ехала в такси. И для первого раза, во-первых, ребенок вел себя просто замечательно, а это говорит о том, что родители у ребенка очень правильно его воспитывают. Это во-первых. Во-вторых, мама ребенка вела себя очень правильно. Когда ребенок начал только капризничать, на ручки проситься и так далее, она не стала сразу удовлетворять потребности ребенка. Уговаривала, рассказывала, отвлекала, занимала. Ну и я немножко помог. И в итоге мы доехали пристегнутые. И эта поездка станет примером. И она станет дальше тоже ездить правильно. Считаю, просто замечательная поездка. Она обошлась нам в 1695 рублей. Пассажир замечательный. 5 баллов. И на линию. Теперь включаем шланга или тюленя. Я не знаю, как правильно. Напишите, как вы считаете режим ожидания заказа в каршеринге, как правильно назвать? Шлангование или тюленить? В общем, начинаем ожидать заказик, особо не перемещаясь и не наматывая километры. Потому что мы оказались на Автозаводской. Здесь вокруг очень много домов с нашими клиентами. И вероятность получения заказа довольно велика. Да, кстати, ребят, сегодня я буду показывать вам не столько сами заказы и заработок, сколько технологию, какие заказы брать и какие нет. То есть я буду включать камеру каждый раз, когда будет прилетать заказ, чтобы показать, от каких заказов я отказываюсь для того, чтобы больше зарабатывать. Так, ребят, получил я заказ. Едем опять через всю Москву. Пока заказ опять же не очень выгодный. До подачи 2,6 километра. Опять с детским креслом. Но этот заказ уже более выгодный, чем предыдущий. Потому что 16 километров 23 минуты. То есть начинается вот эта вот разница между километрами и минутами. И чем она больше, тем более выгодный заказ. Конечно, когда поступает заказ, мы не видим вот этой разницы. Это можно понимать только по опыту и понимая, где находится адрес. Чем он ближе, чем больше пробки, тем больше разница. Цель не мотаться на большое количество километров. Грубо говоря, если бы сейчас заказ пришел в Хинке, я бы его не взял. А авиапарк – это выгодный район, откуда я опять с заказом уеду. И это не большой километраж. Средний, скажем так. Едем опять с детским креслом. Работаем. Вот, ребят, помните, когда снимал смену на АК-5 на Санате, я жаловался, что когда приходит сообщение о том, что жидкость омывателя заканчивается, ну, не хватает, короче, остатка жидкости для того, чтобы как-то безопасно доехать. Вот, смотрите, ситуация. Значит, я получаю уведомление о том, что надо долить жидкость омывателя, а у меня впереди заказ на 20 с лишним минут ехать с автозаводской до Хадынки. Собственно, давайте посмотрим, хватит ли у меня на вот эту поездку жидкости омывателя. Ну, у меня, естественно, в багажнике есть запасная, но я ее сейчас заливать не буду, потому что до подачи минута. Вот, и, собственно, посмотрим, как машина будет сигнализировать о том, что жидкость закончилась. В общем, не стал я рисковать. Успел залить омывайку, пока ожидаю пассажирку с ребенком. Через поддержку открыли капот, залили омывайку и узнал еще одну интересную подробность. Дело в том, что омывайку я сейчас не покупал, то есть она была у меня еще с другой машины. Я уточнил, оказывается, я могу сейчас поехать в свободное время купить омывайку и чек предоставить с другой омывайки. Дата чека будет позже, чем я залил эту омывайку, но чек все равно примут. Ну, единственное, чек должен быть не более чем на 400 рублей. Так что, все хорошо, работаем. Так, ребят, ну, блин, по-моему, это была идеальная поездка. Ну, очень редко бывает, чтобы поездка была настолько классной. То есть, когда заказано детское кресло, ребенок по возрасту соответствует категории того кресла, которое заказано. Помимо этого, пассажиры приносят люльку. Без моих каких-либо даже намеков они ее сами пристегивают. Мама детей садится между креслами и тоже пристегивается ремнем. Это была одна из очень немногих поездок, когда пристегнуты были все пять ремней автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...